Тема сегодняшней лекции – политика. Значит, это вот такая категория, про которую можно сказать то, что Гегель говорил. «Известное ещё не есть от того познанное». Потому что что такое политика, всем известно. Причём известно с таких младых ногтей, что на эту тему никто не задумывается. Ну, спрашивается, а кто будет задумываться над тем, что и так хорошо известно? И поэтому, так сказать, представление о том, что такое политика, самые разные. И вот мы можем даже для интереса поспрашивать. Вот я вас спрошу, что вы сказали, если вас спросил. Что такое политика? Так, а вы что скажете? Вы вне политики, понял. А может, это что-нибудь хорошее, а вы вне. Если плохое, то не плохо. А вот соседка, она сразу наклонила голову, близко к тексту. Да? Политика – это что? Ну, как вы понимаете, у нас же не экзамен сегодня, так сказать. Вы не обязаны это знать. Наоборот, я обязан вам рассказать. Но я, прежде чем рассказать, скажу, вы скажете, чего вы нам рассказываете, мы и так это знаем. То есть я тоже должен выяснить, в какой степени это нужно. Политика, то и, с моей точки зрения, то и умение, какие-то переговоры, вообще эти переговоры в целом. Переговоры? Ну да. То есть если мы с вами переговариваем сейчас, вот вы не занимаетесь политикой, а мы вот с ней занимаемся политикой. Так, логично? В какой-то мере, да. Вот, в какой-то мере, причем мы занимаемся. А вас эта политика не касается. У вас своя политика, у нас своя политика. Ну вот еще такой вариант. Я сейчас вам подброшу еще некоторые варианты. Например, вы можете, такие вот есть высказывания, и часто цитирую два таких высказывания Ленина, что политика, первое, это концентрированное выражение экономики. То есть берешь экономику, концентрируешь ее, и получаешь политику. Это определение политики или суждение политики? То есть и суждение правильное, конечно, но это вовсе не определение политики. Есть еще другое высказывание того же человека. Первенство политики над экономикой. Первенство. То есть если вы знаете что-то в экономике, посмотрите впереди, увидите политику. Вроде так. То есть, короче говоря, этого определения нет. Хотя, как вы понимаете, у нас есть политические партии. Так. У нас есть всякие у них политсоветы. У нас государство проводит определенную политику. У нас на международной арене сталкиваются разные политические установки. Верно? Для решения вопросов политических собираются люди на разные всякие форумы и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому, ну, каждый образованный человек, ну, тем более музеологи, которые, как бы, хранят все богатство культуры, его изучают, исследуют, пропагандируют, они должны в этом разбираться. Мы с вами определяем, будем определять политику не случайно. Мы политику будем не, так сказать, с нуля определять, а с учетом того, до чего мы дошли в этом курсе. Мы с вами рассмотрели классовую борьбу? Рассмотрели, правильно? Мы с вами рассмотрели государство? Рассмотрели. То есть мы можем оперировать такими понятиями, которые нам известны. Мы знаем, что такое государство, это орган насилия или организация насилия в интересах господствующего класса. Мы знаем, что такое классовая борьба. Классовая борьба – это борьба классов между собой. Что такое классы, мы тоже с вами изучили. Правильно? Большие группы людей, которые отличаются по положению производства. Так вот, политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Значит, политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. И это определение не одностороннее, оно двустороннее. Потому что классовая борьба, как вы понимаете, – это двустороннее понятие. Борьбуются два противоположных класса, один – господствующий, другой – подчинённый. И вот они, по отношению к этому понятию политики, находятся в неодинаковом положении. Для оппозиционного класса, для того, кто не находится у власти, кто не держит в руках государственную власть, для него классовая борьба должна идти за все вот эти три пункта. Во-первых, ему надо власть завоевать. Но ведь завоевывать власть не для того, чтобы её завоевать, завоевать и всё. Потом надо её удерживать, потому что можно её завоевать, а потом потерять. Вот, скажем, рабочий класс завоевал в 1917 году в России власть. И что? И уже в 1961 году её потерял, в 1961. Потому что он размоглизился, не стал вести своей классовой борьбы. Вот такой классовый анализ общественных явлений не проводился. Успокоили друг друга всякими разговорами о том, что социализм победил полностью и окончательно. Хрущев с этим выступал. Классовая борьба прекратилась. Как может прекратиться классовая борьба, если у нас есть различия в интересах, различия в положении? Она не может прекратиться. Она может быть не антагонистической, правильно? Она может быть в каких-то очень более мягких формах, но она не может прекратиться, пока классы ещё полностью не уничтожили. Тем не менее, от имени правящей партии на съезде 22-м первый секретарь Хрущев Никита Сергеевич заявил, что государство стало общенародным. Если бы он мне попал на экзамен, я бы ему поставил сразу два. Это вы вообще знаете, где мы учимся? Мы учимся в государственном университете, откуда выходят президенты и премьеры, и министры разные там. В частности, вот у меня был дипломник тварич Кудрин. У него руководитель в научном, на экономическом факультете. Он экономический факультет кончал, я там преподавал. У него был Юрий Васильевич Семёнов, потом Юрий Васильевич Семёнов бежал, пожилой уже, бежал за электричкой, не догнал электричку, у него сердце остановилось. И Кудрина передали мне, чтобы я его доводил, как? И он по Чубайсерской линии пошёл дальше, наверх. И стал самым хорошим министром финансов. Для кого? Для нашей страны или для других стран? Ну, кто ему такое звание давал? Наша страна или другие страны? Ну, понятное дело. Или, скажем, вот у меня была дипломница Иванова Валентина Николаевна. Сейчас она ректор казачьего университета. Хотя среди казаков никогда не было женщин. Так, и как-то я так к мужчинам относился. Ну, вот факт такой. Уже пошил у себя и попаху, и одежду. А она была сначала в РКРП, в Российской Коммунистической Рабочей Партии. Потом перешла в партию Отечества, вся Россия, Отечество. А потом в Единую Россию. Потом она была избрана в Думу. И была заместителем председателя Комитета по науке и высшей школе. Государственной Думы Российской Федерации и так далее. Или, допустим, вот Следственный Комитет. Знаете, кто возглавляет? Для всех преступников самый страшный человек. Кто? Следственный Комитет возглавляет товарищ Бастрыкин. Александр Иванович. Александр Иванович Бастрыкин был замсекретаря Порткома Санкт-Петербургского Ленинградского университета. Я как заместитель секретаря Порторганизации экономического факультета, а потом ВПК. Я к нему постоянно приходил по всяким эти идеологическим вопросам. То есть я его очень хорошо знаю. А он меня. Не знаю, мы с ним больше не встречались с тех времен. Но человек, он очень принципиальный и интересный. Один из них, единственный человек из всей государственной машины, которая выступает за смертную казнь для преступников. Таких, которые убивают десятками людей, для террористов. Притом он за это выступает не только с точки зрения сокращения числа убийств. Потому что вы смертную казнь не ликвидируете убийство. Вы можете просто масштабы сократить. Но есть и другой аспект. Вот те, кто ловит преступников или террористов, наверное, вы видели, объявляется контртеррористическая операция. Допустим, около вашего дома могут объявить, оцепить. И что будет? А будет, что они просто поубивают всех этих подозреваемых террористов, терроризм. И всё. И на этом тут и следствие, и суд, и всё. А если они их тут сразу на месте не убьют, то начнётся бесконечный процесс. И вся заграница будет говорить о том, что у нас нарушаются права человека, что это замечательные, прекрасные люди, и что ничего они такого страшного не сделали. Чехова не убили, их всё равно уже нет. А эту жизнь-то надо сохранить. Ну, отдельные люди могут убивать, но государство уже никого не может убивать. Хотя, возьмите вы, Соединённые Штаты Америки, большую страну. Не такую страну, как Швейцария, которая – это касса. Ну, какая в кассе может быть борьба? В кассе деньги получать. А если вы возьмёте Соединённые Штаты Америки, есть там смертная казнь? Да. Да, ещё какая? А выбор в разных штатах. Где расстрел, где повешение, где треуколы делают, электрический стул. А треуколы делают такие. Сначала человек, чтобы успокоился, потом, чтобы он развеселился, а третье – контрольные, и всё на этом. Так что совершенно понятно, что в таких крупных государствах, где крупная преступность, организованная преступность, там без этого, конечно, невозможно обойтись. И проблема решается очень просто. Нету таких преступлений, никто не убивает никого и не казнят. Правильно? Поэтому был такой вот социалист, Поль Галай, он говорил, что пусть смертную казнь отменяют господа преступники. То есть смертная казнь не отменяется, и любые наказания не отменяются, они просто замирают, умирают, засыпают. Ну, нету таких преступлений, поэтому нету таких наказаний. И если есть такие преступления, то есть такие наказания. Поэтому и говорится не о том, что отменяется государство, а его, оно отмирают само по мере отмирания этих преступлений. Государство вообще как государственное насилие не имеет ничего положительного само по себе. положительное, но как отрицание отрицание. Оно сдерживает отрицательное явление в обществе. А если их нет, этих явлений, ну нет и этого самого принуждения государственного. Вот. И вот значит класс подчинённый должен а, воевать государственную власть, потому что она не у него. Б. Удерживать эту государственную власть. Два. И три. Он должен осуществлять, но как вы понимаете, государственную власть берут не для того, чтобы просто сидеть. Хотя некоторые это имеют в виду, чтобы сидеть и большие деньги получить. А для того, чтобы применять эту силу принуждения государственного для решения задач своего класса. Но это с позиции оппозиционного класса, а с позиции правящего класса. Он уже завоевал государственную власть. У него такая задача завоевать государственную власть не стоит. Что он должен делать? Он должен удерживать свою государственную власть. Потому что, если он не будет удерживать, он её потеряет. Потому что класса продолжается, и никто её не может остановить, пока классы есть. Поэтому он должен осуществлять государственную власть. А ещё он что должен делать? Он должен сохранять, удерживать государственную власть. Вот две задачи у него. В неравном положении находятся господствующие классы, подчинённые. Ну вот теперь можно сказать, что такое политика. Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. И это понятие как бы двустороннее. Оно подходит и для одного класса, и для другого. Каждый класс ведёт свою политику. У каждого класса свои экономические интересы. Поэтому каждый класс по-своему борется за свои интересы. И каждый класс стремится к тому, чтобы завоевать такой важнейший инструмент принуждения, а не убеждения. Убеждать вы можете и без государства, правильно? Ходите вас по улице, убеждайте, вам никто не запрещает. Может, вы скоро всех убедите, и все за вами пойдут. И все дела. В чем проблема? Ну, как вы понимаете, мы с вами знаем, что кто держит в руках государственную власть, имеет гораздо более широкие возможности убеждения. То есть вы можете здесь выступать сколько угодно во дворе, а на телевидение вы не попадете. Или попадете тогда, когда вы будете отстаивать то, что нужно тем, кто руководит телевидением. Телевидение находится в руках государства. И государство его использует для осуществления пропаганды в интересах какого класса? Ну, того, который является правящим, это нормально же. То есть если вы будете правящим, вы будете в своих интересах осуществлять. Если я буду представлять правящий класс, я в своих интересах буду. Ничего тут такого особенного. Можно попасть, конечно, на телевидение иногда. Вот я несколько раз попадал. Даже один раз очень долго там сидел, пять часов в прямом эфире, когда обсуждались пьесы Шатрова в программе «Пятое колесо» у Беллы Курковой. Это было в 80-х годах. На волне, как говорится, такого шумного демократизма, дескать, давайте, пусть расцветают все цветы, выступали. Планировал Шатров, драматург, он же Маршак, а также три доктора исторических наук. Логинов, Старцев и Соболев. Я тогда был кандидатом экономических наук. Вот мы с ними спорили. Пять часов в прямом эфире. Народ смотрел, как все интересно было. Поскольку я их переспорил, меня больше на телевидение не стали пускать. Еще было пара эпизодов. Например, мы предлагали проект Трудового кодекса, а депутат Государственной Думы от партии Яблок, Голов предлагал другой проект. Причем такой, в котором трудиться предлагалось детям до 8 лет. В том числе. Детям до 8 лет записано было в проекте не более 120 часов в год. Ну, и когда меня пригласили поспорить с ним, я в этом самом в прямом эфире объяснил, что это вот могут предлагать только люди, которые действуют в интересах владельцев детских публичных домов. Потому что, ну, какая может быть работа детям до 8 лет. при этом присутствовал сам этот Голов, и он меня хорошо знает, я его, я был секретарем комсомольской организации на Матмехе, а он был у меня культсектор. И занимался плохо. Жена его, Катерина Голова, была отличницей, а сам он был, в общем, двоечником, плохо занимался. Но он потом купил золоченые очки, мобильный телефон и стал депутатом по чубайсовской линии. Вот так, конечно, бывают такие штуки. Поэтому вопрос в политике, это вопрос, кто какому классу служит. Поэтому люди могут быть, так сказать, друг друга знают, находиться в каких-то таких дружеских отношениях, потом разойтись и выступать прямо в противоположных классовых позициях. Поэтому еще раз повторяю, что политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Поэтому на самом деле последовательных политик всего две. Последовательных политических линий или политик последовательных. Какие? Одна в интересах правящего класса. И эта политика обеспечивает, это борьба за удержание и осуществление его государственной власти. Вот, например, миллиарды выделяются государственные на то, чтобы провести выборы. Кто на выборах выиграет? Представители правящего класса или представители оппозиционного класса? Мы с вами изучали тему общественное бытие и общественное сознание. Где в России? А? В России или в какой-то другой стране? В любой стране. Везде одинаковая картина, абсолютно. Везде на выборах выигрывает тот, кто осуществляет соответствующую массовую пропаганду. А кто осуществляет? Кто и держит в руках государственную власть, тот и осуществляет пропаганду. Больше всего. Идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Так? То есть, что значит господствующий класс? Тот, у которого в руках телевидение, печать, типографии, газеты, журналов. У вас есть газеты? Вот у меня есть. Я главный редактор российской общественно-политической газеты «Народная правда». Но она выходит два раза в год. Мы тиражом 37 тысяч экземпляров. А каждый день выходят газеты с противоположными позициями, в которых и многостраничные. Поэтому, ну как можно рассчитывать, что, вот скажем, одна газета или две могут перешибить такую мощную пропаганду. Поэтому на практике всегда можно легко убедиться, что идеология господствующего класса является господствующей идеологией. А если идеология буржуазная, победят какие партии? Буржуазные или антибуржуазные? Ну, если господствует буржуазная идеология. Люди-то голосовать будут в соответствии с тем, что у них есть в голове. Значит, в соответствии с идеологией значит буржуазной. А вы как хотите голосуйте. Это не имеет никакого значения, потому что большинство проголосует за буржуазную. Исключения есть из этого правила? Нет. Никаких исключений нет. Нигде и никогда. Поэтому в этом смысле, скажем, вот даже буржуазный класс осудил фашизм в лице представленных на суде над фашистскими преступниками Соединенных Штатов Америки и Великобритании союзников по антигитлеровской коалиции. А почему осудил? А потому что выяснилось, что ничего хорошего буржуазии в этом смысле фашизм не дает, потому что он не гарантирует, вот что выиграл немецкий буржуазный класс от того, что был там в Германии фашизм. Он получил полный разгром. И если у нас были разные, две группы империалистических хищников, англо-американская группа, и вот германо-японская и итальянская. Ну, после разгрома немцы уже никогда на уровень руководящей какой-то группы в империалистической борьбе уже не выходили. Вот и все. Вот и весь результат. Поэтому они поняли, что самое хорошее дело это буржуазная демократия. Почему? Потому что буржуазная демократия это форума диктатуры буржуазии. Более того, мы с вами уже изучали вопрос о государстве и следовательно знаем, что государство, всякое государство по своей сущности это диктатура соответствующего класса. А что такое диктатура? Вот вы знаете определение диктатуры? Вот вы против диктатуры? А может это что-нибудь хорошее вы против? Ну как вы? Ну почему? Почему не хорошее? Дело в том, что нет ни одного государства, в котором бы не было диктатуры. Поэтому если вы вообще против всякого государства, то тогда вы попадаете в разряд анархистов. Анархисты вообще против государства. Но всякое государство... Почему диктатура? Для этого надо знать определение диктатуры. Бесплатно выдаю определение диктатуры. Диктатура – это власть, не ограниченная никакими законами. Ну, какими законами может быть ограничена власть? Она же их и проводит, эти законы. Она и организует их принятие, их рассмотрение, утверждение. Поэтому, конечно, правящая власть никогда и никакими законами не ограничена. Но если придёт другой класс к власти, это что значит, что он пришёл к власти? Это значит, что он будет не ограничен никакими законами. Поэтому, может быть, в современном мире, может быть, либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата. Вот Ленин, имея вас в виду, говорил, что вот это слово, конечно, такое тяжёлое, суровое, но тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот либо безнадёжный идиот, либо политически настолько некрамотен, что его не только на трибуну, его на собрание пускать стыдно. И вот с таких обывательских позиций как раз в 1961 году выступал первый секретарь ЦК КПСС с закладом по программе «Гражданин Хрущёв». И была принята программа, которая поставила крест на коммунистическом характере КПСС, потому что КПСС отказалась от диктатуры пролетариата, а может быть только диктатура пролетариата, либо диктатуру буржуазии. Поэтому остальное было делом времени. С этого момента началось становление буржуазного класса, а государство, которое было государством, действовавшим в интересах трудящихся, стало государством, которое стало действовать в интересах нарождающейся буржуазии. И прошло 30 лет, до начала 90-х годов, 30 лет, это был переходный период от коммунизма к капитализму. А теперь мы с вами живем при капитализме, то есть при буржуазной демократии. А что такое буржуазная демократия? Это форма диктатуры буржуазии. Вот вы примерно представляете, чтобы стать депутатом, сколько надо денег иметь? Вы не задумывались на эту тему? У вас деньги есть, чтобы стать депутатом Думы? Нету денег? Я был одно время кандидатом в депутаты, я знал, что это ничем не кончится, поэтому я выпустил еще один номер газеты на выделенные средства, и на этом, власказ, успокоился. Потому что, ну, по таким прикидкам, неофициальным, скажем, где-то надо иметь 3 миллиона долларов в избирательном фонде для того, чтобы обеспечить избрание депутата. И как это дело решается, я сейчас вам расскажу, как это решается. По закону, который принят у нас, по избирательному закону, создаются избирательные фонды. Вот кроме того, что вы их бесплатно получите, будучи кандидатом, если вас зарегистрировали кандидатом в Думу, то вы где-то по 15 минут получите выступление, за которое никого ни в чем не убедите. Но, если у вас есть деньги в избирательном фонде, то вы можете безгранично сидеть на телевидении с утра до вечера и вещать. У вас есть деньги для этого? Не вреда, что у вас нет. Мы вам дадим. И будем вкладывать в ваш фонд. В фонд вы зарегистрируете счет, чтобы был. И на этот счет, поскольку у нас демократия, то в газете, российская газета, были опубликованы данные о том, сколько денег внесли в какой избирательный фонд. Вот кто у нас выиграл выборы президента? Владимир Владимирович Путин. Как вы думаете, у кого был самый большой избирательный фонд? Ну, все понятно. Да? При этом не просто было написано конкретно, сколько денег и сколько кто внес. Причем такие однотипные организации, вроде такой центр исследований. Внес эти средства. Разные такие вот организации, которые заготавливаются заранее, наполняют себе счета, а потом с этих счетов отправляется в избирательный фонд. Но имейте в виду, если у вас в капитале есть иностранный, то ли иностранного капитала, вы не имеете права вкладывать в избирательные фонды. То есть вот если у вас есть какие-нибудь новозеландские деньги, а вы капиталистка с новозеландскими деньгами, вы уже не можете влиять на наши отечественные выборы. Это не выйдет у вас. А вот она у нее нету, она может влиять. У нее если есть 3 рубля, можете 3 рубля и прислать. Скажем, сейчас говорят, вот народные выборы на Украине. Как вы думаете, у кого был больше избирательный фонд? Сейчас у Зеленского или у Порошенко? Пойдем в Порошенко. У меня так раз. Да нет, конечно. Кто выиграл, это значит, что у него и больше был фонд. То же самое, скажем, как вы думаете, вот избирается Трамп и... Да, и Клинтон. Ну и кого был фонд? У Трампа был больше фонд. Потому что кто ставит своего человека? Класс ставит. Класс ставит. В классе есть свои течения внутри класса. Значит, и Клинтон представляет интересы буржуазии, и Трамп представляет интересы буржуазии. Ну вот, больше таких в классе элементов в буржуазном классе Америки, которые представляют представленные республиканской партией. Ну и, соответственно, фонд республиканской партии вносит больше денег. И все. И тогда побеждает представитель республиканской партии. Вот как, вот, если взять историю, вопрос, а вы же историки, по вопросу о рабовладении, когда в Соединенных Штатах Америки шла борьба с север против юга, война. Кого представляли республиканцы, а кого демократы? Кто был за рабовладение, а кто был против рабовладения? Кто скажет? Вы ошибаетесь с точностью, да наоборот. Республиканцы представляли капиталистов севера, которые боролись против рабовладения, а демократы представляли рабовладельцев юга. Вот вы можете. Вы можете ввязать и проверить в интернете, и в следующий раз меня разболочить, если я не прав. Дело в том, что в политике название ничего не значит. Тем более, что республиканец и демократ смысл один и тот же. Что такое республиканец? Который за республику, а не за монархию. А демократ? Который за демократию. А демократия в чем состоит? В том, чтобы иметь республику. Поэтому никакого. Или, скажем, такое название, какое название было у фашистской партии? Кто помнит? А? Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Ну, просто и социалистическая, и рабочая. Что вам еще надо? Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Поэтому название в политике придумывается для чего? Чтобы успешнее вести классовую борьбу. Поэтому вовсе не надо исходить из того, что там написано. Или вот если мы возьмем партии, которые у нас накануне революции в России, социалистической были. Вот есть социалисты-революционеры. Красивое же название. эсеры. Социалисты и революционеры. Мало того, что они социалисты, еще и революционеры. А это тыр-пыр-восемь дыр РСДРРП. Ну, чего это такое? А кто выиграл? Да еще Б в конце. РСДРП Б. Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков. Она и выиграла. А где же социалисты-революционеры? Их часть входила в правительство. Левые эсеры. Левые. Еще есть социалистов-революционеров, которые уж левей вроде быть не может. Еще есть левые. Вот левые входили в правительство. Они 6 июля 1918 года подняли мятеж, после которого их выгнали из правительства. И, так сказать, правительство стало только состоять из представителей большевистской партии. Так. Ну вот, значит, мы с вами усвоили одно очень важное положение, то есть понятие политики, которое можете вы бесплатно рассказывать другим людям. Или, наоборот, создать фирму и будете говорить, что вот мы знаем, что такое политика, и за небольшие деньги можем вам рассказать, что политика есть классовая борьба за завивание и удержание и осуществление государственной власти. А когда она кончится, эта политика, она вечна или нет? Не вечно. Она связана с классовой борьбой, а когда классовая борьба прекратится, когда не будет деления на классы, когда полностью будут преодолены классовые различия, в том числе различия между городом и деревней, людьми и людьми умственного труда. А между умственным и трудом и физическим можно преодолеть различия? Нет. Потому что умственный труд направлен на преобразование форм общественного сознания, на выработку, допустим, художественных каких-то смыслов о художественных образах, так, на переработку информации, на выявление знания о чем-то и так далее. А материальный производительный труд, физический труд связан с чем? С тем, с преобразованием материи. Мы материю от сознания должны с вами отличать. Это вечно будет всегда материя и сознание различаться, потому что есть только материя и ее отражение в головах высшей формы и развитие материи в головах людей. Так. Ну вот мы знаем, что такое политика. Это дает нам возможность начать наводить порядок в других всяких понятиях. А что такое политическая партия? Вот у нас был такой интересный момент на кафедре. Бывший заведующий Тигров Константин Семенович вызывает и говорит, Михаил Васильевич, не могли бы вы сделали, вот сейчас везде тесты делают по курсу социальной философии такие тесты, чтобы можно было дать вопросы и угадывать или Вера, или Надя, или Люба. Вот не можете такие тесты делать? Я говорю, ну Константин, это же профанация, то есть вместо того, чтобы человек расскажет, как он понимает, он просто выбирает. Если я не знаю и выбираю из трех, то вероятность того, что я правильно попаду, сколько? 33 и 3 в периоде. Поэтому это ерунда. Ну это я, говорит, понимаю, что это ерунда, но у нас нас требует, требует, чтобы мы вот сейчас сделали, чтобы был просто выбор такой. То есть не в глубину пойти в понимание этого проблемы, а вот выбор. Ну вы, говорит, поговорите со студентами, пообещайте им отличные оценки, пусть они вам все и сделают. Можете даже в юмористической форме. Я поговорил со студентами, философами нашими, они потерли руки, говорят, ну если экзамен нам будет поставить, сейчас мы вам сделаем. И они быстренько сделали эти все такие формы для, по всем вопросам. Ну и я хочу сказать, что по поводу политической партии, как они сделали. Политическая партия и три варианта ответов. Три варианта, сейчас вот вы будете отвечать. Первый вариант оригард-класса, второй авангард-класса, третий вариант андеграунд-класса. Выбирайте, что вы выберете. Хороший такой. Ну и в таком же духе и другие. Так вот вопрос, что же такое политическая партия, как бы вы ее определили? Не с точки зрения выбора, а с точки зрения истины. Нам же истины нужно понимание, правильно? Соответствие понятия с объектом – это истина. А если нет соответствия понятия с объектом, значит нет истины. Мы за истину уже с вами выступаем, у вас же истина должна быть позиция. Хотя даже вот в сфере церковной эта истина совсем не в этом ключе использует. Христос сходил и говорил, истина, истина вам говорит, то есть как бы заверял. А истина – это не заверение, истина – это соответствие понятия с объектом. Можно сверить. Соответствие понятия с объектом – значит это истинное понимание. не соответствие значит не истинное понимание. Итого, что ж такое политическая партия? Слышали такие? Вы знаете, что у нас партии есть? А сколько у нас партий политических в России? Представляете, сколько примерно? Море, как комаров. Штук 70 политических партий. И сейчас еще вот в российской газете публикуется, еще собралось собрание там, съезд и предлагает там какое-то с необыкновенным названием партию очередную. Потом еще очередную и это еще плодят. В то же время уже думают, как выкинуть половину этих партий, потому что они ни в чем не участвуют, ничего не делают и поэтому часть всех, кто говорит, расчистит политический спектр собирается в министерство и юстиции. Но это наступление на демократию. Поэтому у нас с одной стороны собираются, а с другой да пусть они там как хотят называться, все равно никакой роли не играет. Основная масса. Мы все знаем раз, два, три, четыре партии остальные и не на слуху. И вот что ж это такое политическая партия? Кто скажет? Поскольку вы должны сохранять, как музеологи, так сказать, не только предметы материальные, но и духовные, и правильные понятия. Это же правильно, если в музее будет сохраняться как зениц ока. Знаете, как вот есть метрическая система мер и там вот есть настоящий килограмм. Вот этот килограмм сохраняется на всякий случай, чтобы у нас не делали, пишут килограмм, а на самом деле меньше. Кстати, так вот сейчас в магазинах делается не совсем так, не подпиливают этот килограмм, а просто был хлеб килограмм, потом буханку вы покупаете, а она 900 грамм, а цена та же. Это что такое? Это повышение цены, но не очевидное, потому что за буханку столько же вы их платите. Или, допустим, литр было молоко, а сейчас 0,9 литра за ту же цену и так далее. Так вот, мы должны и понятия, значит, тоже знать, чтобы никто их не подделывал. А кто такие музеологи? Это те люди, которые хранят, так сказать, ценности какие? Материальные и духовные. Если правильные понятия мы узнаем, это духовная же ценность. Другие не знают, а вы знаете. То есть можно этим гордиться. Вот вы знаете, а не вот вы дети уже на Невске. А никто этого не знает и знать не хотят еще. И никто к вам не подходит и не спрашивает. Так что такое политическая партия? Понятие очень простое. Политическая партия это авангард-класс. Политическая партия это авангард-класс. Хорошее, краткое определение. Очень хорошее, очень краткое, но оно требует понимания. Потому что что такое класс мы с вами знаем. А что такое авангард? Все знают? Ну что такое авангард? Это не совсем русское слово, как вы понимаете. Это обрусевшее слово немецкое, да? Авангард. Что такое? А? Французское. А, французское. Авангард. Это что значит? Аван. Переде идущий. А? Переде идущий. Переде идущий. Правильно. Совершенно правильно. А позади идущий? Ариегард. Да. Ариегард. А гард – это охрана, да? Охранный отряд. То есть передовой отряд, боевой. Передовое охранение. И Ариегард так. Так вот, партия – это не Ариегард-класс, это авангард-класс. Вот, как авангард-класс, ее не надо путать с членами класса. Почему? Во-первых, она гораздо меньше, чем класс. Намного. Скажем, класс может быть 60 миллионов, а партия, может быть, 60 тысяч. А может, 6 тысяч. Так? Это не одно и то же. Во-вторых, слово партия от какого слова? Это уже от слова английского. ПАТ. ПАТ – это что такое? Часть. Часть. Так вот, смею вам доложить, что никакая часть класса партия не является. Никакой. Никогда не бывает, чтобы партия была просто частью класса. Для того, чтобы быть авангардом, то есть идти впереди, нужно выполнять такие функции, которые, очень возможно, некоторые члены класса выполнять не могут. И надо привлекать людей из другого класса или другого типа, или из другого слоя. Например, какие функции выполняет авангард? Три. Надо выяснить, изучить, осознать, в чем состоят экономические интересы этого класса. Это первая задача. Первая задача политической партии осознать интересы класса. Это чисто научная задача. Изучить положение класса и, исходя из положения класса, определить, что ему объективно выгодно. Не что класс думает по этому поводу. Или не что кто сказал. Не важно, кто сказал. А важно, что объективно выгодно. Это научный вывод. Кто это может делать? Ученые. Правда? Ученые выясняют, а какие ученые? Экономисты. Политэкономы. Поэтому политическая экономия наука так называется. Политическая, хотя это такая экономическая наука. Дальше. Надо внести сознание этих интересов в класс. Это что такое? Вот если я пытаюсь внести в ваше голову сознание ваших интересов, что я делаю? Это называется прапорта. Итак, значит, первое дело это осознать интересы класса. Второе дело внести в класс сознание его интересов. И третье. Организовать нужно класс для борьбы за его интересы. Это авангард. Не просто, так сказать, впереди идет и все. А за ним класс может идти, может не идет. Нет. Он должен организовать, чтобы класс весь пошел и боролся. Потому что партия не может бороться за класс или вместо класса. А партия организует борьбу класса. Вот. Это вот что такое партия в своей деятельности. То есть, чем она должна заниматься? Выяснять интересы класса, вносить в класс сознание его интересов и организовать борьбу. Поэтому обязательно в партии входит известное число интеллигентов, образованных людей. Почему? Потому что кто будет осознавать? Ученые. Кто будет вести пропаганду? Ну, специалисты в пропаганде. Историки, философы, экономисты, политологи и так далее. Правильно? И кто будет организовывать? Организовывать тоже какие-то уже профессиональные организаторы, которые этим будут заниматься. Поэтому это не часть класса. А это авангард класса представляет собой, конечно, выдающихся представителей этого класса, осознавших интересы этого класса, и определенное количество интеллигентов, которые входят в этот авангард. И всегда, какая бы это ни была партия, она так устроена. вот теперь, раз это авангард класса, сколько же у нас на самом деле политических партий? Сейчас мы разберемся. Иногда вот наука нужна для того, чтобы не забивать себе голову ерундой. Потому что если мы будем просто читать список партий, у нас голова заболит. А если мы будем поставить вопрос, а сколько у нас классов в России, у нас голова не заболит. Потому что классов у нас всего в России сколько сейчас? Сколько у нас классов? Что, много так, что вы так задумались? Или наоборот слишком мало затасковали? Сколько классов-то сейчас? Давайте считать. Рабочий класс есть? Есть. Один. Буржуей есть? Два. А вот к какому классу относятся люди, которые имеют свои средства производства, никого не эксплуатируют, то есть никого не нанимают, а сами работают, но то, что они делают, выносят на рынок и продают. И тем самым они вот живут за счет продажи того, что создали своим трудом. Как их называют? Какой класс? Мелкое. Мелкое буржуей. Вот видите, вы скрываете, у вас истина есть уже, а вы ее скрываете. Не храните в уголках своего осознания истину. пропагандируйте ее, и народ тогда будет истину знать. Значит, этот класс мелкого буржуазей, он обширен, он постоянно меняется. Почему? Потому что все время разоряются эти самые мелкие буржуазы. О чем они мечтают? Ну, как вы думаете, если он мелкий хозяйчик, работает на рынок, он мечтает вырасти у настоящего хозяина, прикупить еще средства производства и нанять работников. И стать кем? Капиталистом стать буржуа. И кому это удается? Очень малому проценту. Если 2% есть, то это очень много. Не удается. Основная масса разоряется, и куда переходит, в какой класс? В рабочий класс. Поэтому, как вообще представители партии рабочего класса относились к мелкому буржуазе, как к союзнику. И это трудящиеся. Ну, они, конечно, мечтают стать капиталистами, но судьба их такова, что им суждено, так сказать, упасть в ряды рабочего класса, а они естественный союзник рабочего класса. Ни в коем случае не враги. У меня бывают такие разговоры иногда с членами, высокопоставленными членами КПРФ. Они говорят, вот что вы нас ругаете? Так я говорю, так вы партия мелкобуржуазная. Я говорю, а что вы обижаетесь? Мелкобуржуазная ничего обидного в этом нет. Это значит, что вы партия трудящихся, которая из-за рабочих, из-за крестьян, из-за капиталистов, за мелкий бизнес. Но мелкий бизнес это вырастает в крупный. Поэтому глядишь раз, а вы уже и миллионеры выдвинули. Грудинина, например, на последних выборах. Причем такого миллионера, у которого и сколько счетов за границей, и золото у него там за границей, и офшор у него там есть. Ну, чего так у него нету? И он еще и жулик, обманывал, что у него нету этих счетов, что он все закрыл, а выяснилось, что не закрыл. И, во-вторых, он жулик, потому что говорит, что у него нету никаких дивидендов, они просто их не платят, они все оформляют как зарплату, и ничего даже не платят другим участникам этого ЗАО с вопросами Ленина. То есть все отправляют себе в зарплату, и поэтому а потом разделят на всех, говорят, у нас по 70 тысяч, давайте считать, у меня, допустим, будет 700 тысяч, а у вас 300 тысяч на вас, на всех. Когда мы вместе сложим, будет миллион, а у нас 1, 2, 3, 4, 5. Значит, у нас по 200 тысяч с вами, а у вас всего 300 на всех. Поэтому это магия этих средних цифр. Складывают и делят. Следовательно, вот у нас есть партии, поэтому вот этот политический спектр можно рассматривать так, начать всех партий и перечислять. Устанешь, мы утром начнем, вечером закончим. Так, будем их. Они потом новые появляются, другие исчезают. Хотя всего, вы видите, на горизонте зарегистрированных партий очень немного. Например, есть Единая Россия, она какую партию, какой класс представляет? Единая Россия, какой класс? Буржуазия. Есть Справедливая Россия, она какой класс представляет? Буржуазия. Есть ЛДПР, там еще бандиты есть, ЛДПР много, о них тоже надо как-то их окучивать и направлять в политическую жизнь. Тоже буржуазная партия. Три буржуазных партии ЛДПР, Единая Россия и Справедливая Россия. КПР какого класса партия? Мелкая буржуазия. А название у него красивое. Не по названиям же определяется, а по характеру деятельности, правильно? Какая деятельность такая? Вот они до сих пор ходят с шерфами, на которых написано народовласти, и демонстрируют свою полную безграмотность в таких вопросах, которые мы с вами рассматриваем, что государство может быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариат. А народных государств не бывает. Энгельс давно-давно объяснял, что это жареный лёд. Нельзя соединять слово государство со словом народ. Пока оно государство, оно не народное. А когда народное, тогда оно не государство. То есть, когда нет уже классов, всё. И государство представляет собой инструменты общественного самоуправления. Это не государство. И нет политики. И нет политических партий. Поэтому эти люди как бы ещё и недоучившиеся. Хотя, вроде бы, Зюганов вот тот доктор философских наук мог бы этому и научиться. Но вот так не повезло ему с головой. Так. Ну, ещё какая есть партия, какие партии рабочего класса. И какие вы знаете партию рабочего класса? Я знаю только одно. Вот рабочую партию России. И то она в становлении. Что значит в становлении? В становлении это единство бытия и ничто. Правильно? То есть, довольно ещё маленькая. Она выражает интересы рабочего класса, но можно её назвать авангардом? Нельзя. Почему? Потому что авангард это такая группа людей, за которой класс идёт. Идёт класс за рабочую партию России? Нет. Часть класса идёт. Но это вовсе не большинство. Поэтому нельзя тут строить иллюзии. Есть, скажем, российско-коммунистическая рабочая партия, которая в своё время была весьма боевой. В последнее время она переливается, её лишили регистрации, и она переливается в Родфронт. Родфронт это партия, которая за всё хорошее, против всего плохого, её политическая физиономия неопределённая, то есть она скорее мелкобружеводная партия, чем партия рабочего класса. Поэтому вот и больше назвать и некого. Поэтому на этом вот краю на фронте, так сказать, классовой борьбы вот мы и видим. С одной стороны три крупных партии буржуазии на фронте, так сказать, где скопились мелкобружеводные партии, но их там тьма. Взять этот список партий, в основном это мелкобружеводные партии. Даже одно время была такая партия Слон. Слон это расшифровывается так Союз людей за образование и науку. Хорошее название Слон. А Яблоко это что-то партия. Это тоже разная партия, но финансируемая в том числе и ЦРУ. Яблоко от каких фамилий? Явлинский, Болдырев, Лукин. Единственное, что они не поставлены по алфавиту. Вообще, когда готовят документы, ставят обычное по алфавиту, надо было поставить Болдырев, Лукин, Явлинский. Но неблагозвучно получается, поэтому оно яблоко. Это в политике красиво же надо, чтобы было. Красивое название. И Болдырев считается левым. А левый считается это тот, кто левее правых. Левее самых правых. Вот если я буду правый, а вы чуть-чуть меня левее, то вы уже левые. А они еще вас левее, они еще более левые, это еще более левые. А в итоге это такие мутные рассуждения, потому что определенности, определенность придает вот это определение, потому что есть партии буржуазные, но вот на самом деле их не три, как мы с вами их насчитали, а одна, ну трехглавая. Вы знаете, что вот драконы бывают многоглавые, да, и змеи. Вот змей, может быть, трехглавый. Вот у нас трехглавый змей, это буржуазная партия, одна. Вот если вы одну голову отрубите, то есть, скажем, Единая Россия не пройдет. А зачем вы думаете, вот справедливая Россия выступала против пенсионной реформы и выступала же. И вторая, и ЛДПР, металл, гром и молнии, Жириновский говорил, вы отдайте все деньги пенсионерам, вы награбили миллиарды свои, они ходят в рубище, у них ничего нет. А кого представляет Жириновский? Ну и представляет буржуазию. На всякий случай они тут вступали. Почему? Сейчас у Единой России 70% голосов в Думе. Она обойдется, она может сейчас провести любое решение. Это раз. Во-вторых, ни ЛДПР, ни Справедливая Россия своего проекта пенсионной реформы не дала. Вот, допустим, вы депутат от Справедливой России. Берете, вносите предложение сократить возраст на полгода или на год и сократить рабочее время, чтобы работали не 8 часов, а 6 часов в день, чтобы рабочее время сократилось, а свободное время для развития человека увеличилось без сокращения зарплаты. Внесли? Кто-нибудь внес такое предложение? Нет. А каждый депутат имеет право законодательной инициативы. Никто не из Справедливой России. Вот, скажем, мой приятель, я у него помощником был, депутат Шейн тоже распекал все. Миллион просмотров, как он ругал этого. А он свое-то свое предложение внес, он же депутат недавно стал новым депутатом. Не внес. И что тогда ты ругаешься? Вот если вы против, так вы внесли свой проект, и вот и агитируйте за него. А если вы ничего не внесли, это значит ширма. Ширма. То есть это все поддерживают. А президент мог свой внести проект? Он у него, есть право законодательной инициативы? И есть. Он внес свой проект? Нет. Он, значит, то есть, смотрите, получилось, что все альтернативные как бы партии в Думе, никто не внес свой проект другой. Остался только один проект, который вот вносил Исаев. А Исаев, между прочим, не только член руководства Единой России, он одновременно и зампредседателя ФНПР, Федерации независимых профсоюзов России. Так что есть такой ремень от партии, от партии к массам, профсоюзной, которые являются буржуазными профсоюзами. Федерации независимых. Независимых от кого? От работников. Вы же понимаете, что мы впали в сферу политики, в сферы политики всех названиями обманывают. Обязательно. Вот. И никто не внес ничего. И президент не внес. А когда наступило второе чтение, это что означает? Что концепция, что уже проект взят за основу. То есть никакие другие проекты не рассматриваются. Теперь только можно подавать поправки. Вот Владимир Владимирович внес поправки, которые в вашу пользу. Сначала всех напугали, что женщинам будет такое сильное увеличение возраста выходной пяти. А потом и мужчинам, и женщинам по пять лет дали. Принудительных работ. Да? Дополнительных работ по пять лет. Как бы у меня-то уже есть пенсия. Это против вас атака. Вот вас всех обездолили. Особенно это касается, скажем, и женщин. Почему? Потому что берется ведь тот возраст, когда уже есть внуки, а ни бабушки, ни дедушки с внуками поиграть не могут. И немножко освободить родителей. Почему? Потому что бабушки и дедушки или они трудятся, или в больнице находятся. Потому что в таком возрасте загреметь в больнице ничего не стоит. И это все мы знаем прекрасно. Что у нас сильно развивается здравоохранение? у нас реформа здравоохранения, которая была, свелась к тому, что забрали 7% бюджетных денег, которые туда направлялись. Вот и реформа. Закрыли особенно в сельской местности небольшие медицинские учреждения. Теперь для того, чтобы в случае чего доехать до первого врача, надо проехать в 80 километров. А если у человека сердечный пристав, это значит, что вы полдороги поедете туда, а потом с полдороги вернете и поедете уже куда? В морг. 20 тысяч врачей уволено в порядке преобразования. И такие преобразования мы наблюдаем, которые осуществляют разную власть в отношении вуза. Вот у вас что отняли? Вот мы вот здесь нас двое, которые специалисты. Мы учились 5 лет бесплатно. И по окончании этого дела получили диплом специалиста, который нам позволяет работать в вузе. То есть я могу работать в вузе, преподавать математику. Но еще у меня есть два диплома историка и политолога. Я могу преподавать историю или политологию. Вас право преподавать в вузе лишили. Бакалавр не имеет права преподавать в вузе. Бакалавр имеет право преподавать в школе меня надо сказать что значит вы имеете право преподавать в школе это специальное у вас образование есть потому что вы не можете преподавать в вузе вот она у вас и специально ничего вот так по закону значит тут меня у меня одна женщина допрашивала куда устроить ребенка в вуз игру идите педагогически там тихо спокойно там хорошо а я не хочу чтобы моя дочка преподавала в школе я говорю так вы то не хотите то не будьте такой наивны сейчас все бакалавры не имеют права в вузе преподавать никакого у вас шанса на преподавание вузе нет только в школе значит наш университет передовой же вот он выступил такой передовой инициативой давайте чтобы выпускные экзамены проводили не наш брат там профессора университета а те организации куда вы пойдете на работу их из кто сел это кто такой это директора школ раз вот заведующий кафедры нашей спрашивает михалович его у вас есть какое-нибудь общественное объединение гру есть а какой у вас общественное объединение фонд рабочая академия зарегистрирован министерством юстиции 1994 году я являюсь его президентом а вы не можете дать эти все картины эти вот реквизиты пожалуйста ну для чего для того что у нас был список куда мы можем как бы распределять ну конечно у нас никаких денег нет и никакую работу мы предоставить не можем но формально к нам можно вот устроиться работать фонд рабочая академия хаус не его нельзя а бакалавры могут поступать в аспирантуру нет а почему зачем вам были вас лишили возможности а идите два года еще или посидите магистратуре два а всего можно было один год пятый и все это движение вперед или движение вспять области образования понятно всем понятно а почему а потому что деньги надо взять отсюда а зачем а затем что экономика не растет темп роста на уровне нулевых а повышение бы статистическое повышение на уровне статистической погрешности появилась тогда когда стат управления подчинили министерство экономического развития представьте себе вот вы придете я министр экономического развития вы придете из стат управления и с плохими показателями нашей экономики я думаю долго вы не проработаете в нашем министерстве поэтому у нас теперь стало как бы лучше а темпы роста на самом деле такие же близкие к нулевым ну раз а зарплату все время повышают чиновникам как вы думаете сколько в думе человек получает депутат 400 тысяч в месяц да чё это много это вам кажется много им кажется мало если мало и мало это еще рядовой депутат а если еще заместитель председателя комитетов председатель комитета руководители фракции там даже я не знаю сколько точно вот 400 тысяч и у нас есть два пенсионных закона вот обслуживали только один закон закон о трудовых пенсиях в рф так он называется закон о трудовых пенсиях коров а еще есть закон о пенсиях госслужащим по этому закону это вот если вы 10 лет отработали на государственной службе вы будете получать 75 процентов от дохода сколько будет 75 процентов четырехсот тысяч считайте 75 процентов это две трети семьдесят пять вернее тут нет 75 это не две трети это три четверти три четверти три четверти три четверти это 75 процентов значит пенсия будет у всех кто сидит сидел усиделся домских тяжело им было сидеть-то в доме они еще и не ходят туда отдадут ключи и кто-нибудь другой голосует 300 тысяч месяц будет пенсия поэтому их оттащить от этой кормушки очень тяжело поэтому значит и бьются вот эти партии политические за то чтобы получить места в доме и сидят на этих местах но поскольку вот я в свое время разработал со своим коллегой фейдотом константином васильевичем который представлял профсоюз российский профсоюз докеров проект трудового кодекса мне долго очень и трудно было найти таких депутатов которые могут его внести потому что внести могут только депутаты а у нас обычные граждане и я в том числе не обладают правом законодательной инициативы вы можете написать любой проект закона и сидите с этим проектом а если вы хотите чтобы его внесли найдите такого депутата который его внесет и будет его там проводить попробуйте найдите это очень сложно мы нашли сначала были корсаков григорьев шандыбина из брянска и ионов а потом это был а влияния из кемерово свое время был представитель рабочего комитета а потом шейн олег васильевич он был учителем из астрахани и сейчас он депутат вот так сказать наш проект собрал второе место получил 189 голосов депутат то есть он получил второе место правительственный вообще слетел и пришлось создавать правящему классу комиссию набирал самое хорошее из разных проектов его сделал проект трудового кодекса который получил вот первое место и прошел но мы получили второе место и вот мелкобружевная партия кпрф вся голосовала вот вся часть думская часть кпрф за проект фонда рабочей академии поэтому я вот всегда не скуплюсь говорю кпрф за это большое спасибо иногда товарищи высокопоставленный ко мне приезжал из ладивостока товарищ из кпрф и говорит михаласе ну что вы нас так критикуете я бы почему я вас критикую ну вот вы говорите что мы мелкобружевые это большевики все даже с мелкобружевыми партиями сссрами всегда сотрудничали с мелкобружевые это же хорошо мелкобружевые трудящиеся которые просто мечтают стать капиталистами от этих мир только мечта возможности нету поэтому они на самом деле союзники рабочего класса поэтому мы к вам относимся очень хорошо но оцениваем как есть поэтому кто не понимает что такое политические партии у меня кажется этих партий много а у нас на самом деле мы понимаем получается что буржуарная партия одна но трехглавая то есть трехглавый такой змей единые справедливые и лдпр а мелкобружевых их тоже тьма и все они представлены вот это и все это одна мелкобружевая партия такая в виде множества партий и партия рабочего класса тоже одна этап становления вот и все очень все просто поэтому чем хороша наука вместо того чтобы вот такой с такой головой ходить если запоминать все эти партии всего-то так и все в три партии надо знать а в соединенных штатах америки компартия есть есть ревизианецкая такая которая отступила от чего главное что есть в марктизме поэтому ее можно сказать что там нету партии рабочего класса на сегодняшний день была была и хорошая нету а есть две буржуазные партии это что значит ну ты там же уже не змея там дракон двуглавый это что значит когда спорят между собой две этих самых партии демократической которая была за правовладельцев и республиканца которая была против правовладения вот они между собой спорят и тем самым втягивает в орбиту политики народ американский и очень это хорошо это называется создать коридор хотите голосуйте за республиканскую не хотите голосуйте за демократическую за кого вы голосуете вы голосуете за власть буржуазии и власть буржуазии поэтому крепкой в соединенных штатах америки это идея прекрасная система демократическая которая обеспечивает диктатуру буржуазии маркс так оценивал буржуазную демократию что это что означает буржуазная демократия парламентская она означает что представителям угнетенного класса один раз в пять лет дают возможность решить кто из представителей угнетающего класса будет представлять и подавлять их парламенте то есть вот кто хочет таскать может этого выбрать может это то есть вы выбираете тех кто будет вас угнетать в этом смысл буржуазной демократии это проходит правило без исключений и хотя она проходит без исключений наивные люди вот эти наивные люди собраны кпрф у нас которые говорят но мы пойдем на выборы и мы выберем там ну может можно ли в условиях буржуазного строя через выборы прийти к власти вот я назову вам одну очень фундаментальную работу ленина том сороковой полного собрания сочинений который называется выборы учредительные собрания и диктатура пролетариата там ленин ставит такой вопрос вот как вот так получилось что мы взяли власть большевики хотя если мы возьмем выборы учредительные собрания мы были на каком месте на втором и вот показывает что это очень много что мы получили второе место но в ленин был не слабый политик но большевики получили второе место на первой месте были мелко буржуазные партии меньшевики эсеры ну а как мы смогли взять власть да потому что только наивные люди думают что можно сначала проголосовать а потом получить власть не наивные люди понимают чтобы управлять россии надо чтобы на вашей стороне было большинство народа правильно было большинство но это большинство завоевывается не голосованием это большинство завоевывается борьбой за интересы этого большинства вот мы взяли власть петрограде где были у нас сосредоточены основные силы войска северного фронта у нас там был петроградский совет тоже большевистский красная гвардия у нас было поэтому никакого сопротивления временно про института оказать не могло поэтому никакой серьезной там стрельбе большой и речи не могло быть вот посмотрите у нас есть марсово поле на котором похоронены жертвы буржуазной революции тысячи тысячи жертв да ну а и скажите пожалуйста а у есть жертвы социалистической революции нету их практически пять человек причем видим этом женский батальон и янкера когда народ двинулся туда на дворе все-таки выстрелили пять выстрелов вот и вся контрреволюционная борьба то есть хорошо подготовленная революция делает ее практически мирной а как сделать ее мирный надо обеспечить превосходящий перевес сил вот это большевистская партия делала она подходила к вопросу о восстании очень серьезно это кстати мало кто знает в том числе и уважаемые историки с коими мы имеем тут как раз дело во первых вопрос о вооруженном восстании он рассматривался на шестом съезде рсдрпб который проходил в июле месяце петерограде и сначала он проходил на выборской стороне около гренадерского моста это здание сейчас там есть на нем гранитная такая плита висит на которой немножко стертой буквы но написано что вот здесь проходила первая часть съезда на котором на котором рассматривался вопрос о вооруженном восстании в июле семнадцатого года но поскольку да и вот что работой съезда руководил ленин который в это время находился в разливе из чего читающий может понять что руководил работе ленина не ленина а сталин потому что из разлива можно некоторые указания давать но непосредственно руководить съездом невозможно а вторая часть была уже за нарвской заставой там есть такая улица ивана черных дом 23 вот туда вы можете сходить на экскурсию поскольку там сейчас музей нарвской заставы и в этом вот помещении есть картина недавняя несколько лет назад ее написали повесили там музей сталин выступает закладом о вооруженном восстании и по итогам этого доклада было принято решение съезда о вооруженном восстании о том чтобы партия переходит его технической теперь уже не политической а технической подготовки что надо ее сделать так подготовить это восстание чтобы это было практически без жертв что было и реализовано потом состоялись уже в октябре два заседания центрального комитета одно заседание на карповке в доме квартире меньшевика суханова но жена этого суханова большевичка не консультирует со своим мужем организовала у себя проведение вот это заседание цк большевиков которое приняло решение о вооруженном восстании а каменев и зиновьев выступили против и это заседание было десять часов какие многократно ленин выступал и критиковал этого каменя единого и требовал вообще изгнания из партии а товарищ сталин был против того чтобы их изгонять из партии дескать заслуженные они такие большевики давайте их не будем трогать и так сказать сталин победил и их не выгнали из партии потом выгнали уже гораздо позже потом было второе расширено заседание центрального комитета выборском районе вот я живу на втором муринском проспекте а его пересекает болотная улица в москве из болотной улице помните там митинги большие значит там существует этот самый дом целости и сохранности очень охраняет это был филиал музея политической истории сейчас это 10 10 детский исторический центр и экскурсии да филиал все равно музея политический и там проводят экскурсии вот причем у меня дома лежит их вот такой квиток где написано восстанию быть под такой таким заголовком и изображение как там проходил это заседание на этом заседании был избран в том числе военный революционный центр по руководству восстания партийный центр проводится восстанием в которые вошли свердлов губнов сталин и некоторые другие я не туда не входил и началась техническая подготовка восстания после этого был создан еще военный революционный комитет петроградского комитета и ленина осталось только так сказать он в это время писал всякие письма в цк с требованиям быстрее начинать и чтобы начать не не позже чем закроется съезд советов потому что если съезд советов соберется так сказать и нету этого самого восстания то неизвестно чем это дело кончится а вот так получилось что большевики провели восстание так что в ночь на 25 число передали власть второму съезду советов а второй съезд советов уже назначил правительство большевистское и вот это правительство занялось чем привлечением на свою сторону большинства народа а как привлечь чем привлечь крестьян крестьян привлечь тем что реализовали вековую мечту крестьян дали им землю потому что вообще эта задача была буржуазной ну потому что буржуазная революция должна была что сделать забрать средства производства у кого убить у помещиков у феодалов сделала это буржуазная революция не сделала то есть буржуазия российская свою политическую задачу не выполнила а раз она не выполнила вот она и власть потеряла и получилось что землю крестьяна далее не буржуазные партии а большевики и поэтому крестьяне стали на сторону большевиков благодаря этому и большинство у них стал вторая проблема была по которой решался вопрос о большинстве и меньшинстве это вопрос прекращения войны единственной партии которая была последовательным сторонником прекращения империалистической войны этой бойне народов который была были большевики большевики опубликовали все договора тайные и предложили всем боющим государством мир и в общем привели дело к миру кто вообще остановил бой не народов первую мировую войну большевики с риском для россии потому что немцы вот начали одно время двигаться дальше так сказать продолжать войну а троцкий балансировал говорил ни мира ни войны армию распускаем а мир не подписываем и немцы удивились сначала немножко подождали а потом стали наступать если вы скажете что мы что вы армию распускаете ничего не будете делать но так можно просто идти пешим порядком и завоевывать и очень много завоевали и поэтому в этот брестский мир и называли брестским похабным миром который лишил россии очень много но как только революция в германии произошла то благодаря помощи немецких рабочих революционных денонсирован был этот мирный договор в итоге получилось что значит а рабочим что дал октябрьский переворот революция рабочим рабочий контроль и зафиксирован был восьмичасовой рабочий день вот обратите внимание дорогие товарищи в октябрьскую революцию был издан декрет о восьмичасовом рабочем сто лет прошло у нас как было восьмичасовой так и остается движение нет хотя было движение в двадцать седьмом году к семичасовому рабочему не потом война которая потребовала снова увеличение рабочего дня потом восстановление народного хозяйства а потом можно было это делать но уже этим никто не занимался и так то все люди работают и сегодня можно сказать что по расчетам экономистов заработную плату вырабатывает наши рабочие за один час своего труда остальные семь часов это прибавочная стоимость то есть наша буржуазия купается в деньгах и она занята одним как бы перекачать все деньги в том числе и амортизационные отчисления тоже перекачать в прибыль и отправить в офшоры и там тоже беда в офшоры отправишь оттуда получишь ли нет не знают вы знаете что некоторые даже крупные наши миллиардеры побаиваются там хранить деньги потому что возьмут и арестуют а что значит арестуют если ваши деньги арестуют это ваши будут деньги или не ваш ваше ваше только вы не можете пользоваться ими деньги будут ваши а банк будет их давать вот ей кредит мне в кредит ей в кредит ей в кредит и будет получать прибыль а вы будете с носом а будут все ваши детские претензии у вас нет мы разбираемся хотим выяснить нет ли у вас каких-то незаконных операций. Даже еще вас не обвинили. Просто выясняют. А пока арестовали. То есть это такая форма по существу фактического изъятия, хотя вроде бы у вас собственность невотнята. А вдруг так случится, что арест снимут? А могут и не снять. Снимут, когда вас уже не будет. И так далее. Вот так обстоит дело. Поэтому мы с вами по вопросу о политике выяснили, что такое политика. Раз, что такое политические партии? Два. И что такое политическая борьба? Политическая борьба – это борьба партий и классов за свои экономические интересы. За власть в государстве. Вот что такое политическая борьба. А политический спектр, который мы, так сказать, имеем на первый взгляд такой страшный, что его не запомнишь, сводится к трем видам партии. Буржуазная, партия рабочего класса и мелкобуржуазная. Так что жизнь наша все лучше и лучше. Я вам задачу упростил. Спасибо за внимание. Перерыв. До следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok